Теперь это уютный благоустроенный двор. Чтобы привести его в порядок, потребовалось две недели. Тяжёлая техника и несколько рабочих бригад. Здесь было проведено, прежде всего, это зачистка полной территории, вывоз мусора. Вывезли 42 камаза мусора. Территорию благоустроили. Здесь практически было болото. Засыпали, подняли территорию, засыпали щебёнкой, забетонировали. Туалета на улице не было. Вот новый туалет с освещением. Значит, вкопали колодец. Там всё сделали. Практично. Глава Лазаревского района Сергей Бражников докладывает мэру Сочи о проделанной здесь масштабной работе. Капитально отремонтировали и дом многодетной мамы Ирины Бастриковой. Преображение жилья было настолько масштабным, что даже хозяйка его не узнала. Поздравить большую семью 8 марта также приехал мэр. Это по его просьбе силами местных предпринимателей был очищен и благоустроен двор. Заменена кровля. Мне понравилось то, что в доме появилась горячая холодная вода, то, что ванна, отопление, печку конфисковали дровяную, сделали котёл, что им теперь будем отапливаться. В конце февраля органы опеки поставили вопрос о возможном изъятии детей из этой семьи. Они посчитали опасным проживание несовершеннолетних в антисанитарных условиях. К тому же двор был завален бытовыми отходами. Общими усилиями районной администрации, депутатов, предпринимателей удалось не только преобразить дом, но и оставить детей в семье. Надо создать условия нормальные для жизни. Нам нужно построить пристроечку, надо построить котельную, надо всё сделать. Я говорю, ну давайте делать, потому что детей от мамы забирать не надо, надо создать условия. Ребята из Лазаревского района, предприниматели, которые сказали, мы профинансируем, давайте сделаем. Также глава города поручил установить во дворе теплицу, чтобы у многодетной семьи была возможность выращивать свежие овощи и зелень. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».